При появлении на улице надо быть готовым к тому, что сотрудник полиции может остановить вас и поинтересоваться о причинах нарушения самоизоляции. Для того, чтобы выйти из дома, саровчанин должен оформить заявку на сервисе карта жителя Нижегородской области и получить QR-код. Его стражи порядка сканируют для получения информации о перемещении. Полицейские ежедневно патрулируют дворы и городские улицы. Жители города должны иметь при себе соответствующие документы, QR-код, паспорта. Дойти можно до ближайшего магазина, аптеки, приобрести соответствующие товары, а также погулять с собакой недалеко от дома. Можно по QR-коду созвониться, сходить к родителям близким, навестить. Если разрешения на выход из дома у человека нет, правоохранители рассказывают о правилах поведения в режиме повышенной готовности. На первый раз нарушители самоизоляции получают предупреждение. Полицейские составляют протокол, но не штрафуют. При повторном нарушении заплатить все-таки придется. За время рейда мы предупреждаем, предупреждаем злостных нарушителей, наказываем. Желательно не собираться в группы, не распивать спиртные напитки. Сложнее всего объяснить принцип получения и работы QR-кода пожилым людям. Большинство из них не пользуются интернетом, смартфонами и компьютером, через которые можно оформить запрос на выход из дома. Полицейские надеются на сознательность пенсионеров. В очередной раз напоминают о том, что пожилые люди входят в группу риска. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.